22-23 апреля это Ленник и Ярик Лоречный. Ленник, девичий праздник. Праздник юности, праздник девичьей, скажем так, девичьей активности. Это праздник, который является последним днём так называемой Русальной недели. То есть это то время, когда в природе активизируются стихийные духи. Активизируются духи русалок. Тётка с рыбьим хвостом это европейское понимание русалка. Если вспоминать нашу славянскую традицию, посмотреть наши сказки, у нас всегда русалки это были красивые девушки, которые не были наполовину селёдкой, а которые в первую очередь были покровителем каких-нибудь озёр, рек и прочего. При этом опять же к русалкам относились неоднозначно. С одной стороны это родное, это своё. Это то, что тот дух, который отвечает за поддержку, за поддержку каких-то аспектов природы, аспектов нашего мира. Но с другой стороны, так как это кромешник или существо, которое живёт на кромке, отделяющий мир яви от мира нами, с ними нужно было аккуратнее. Они могли защитить, они от захамства могли человека утопить. Это нормально, потому что, если мы общаемся с духами, нужно, скажем так, видеть берега. То есть знать, что до определённости и с ними можно общаться, но всегда предельно важно. Венцом русалной недели является праздник Ленинг. Это праздник юности, причём именно девичьей. День девушек, ну скажем так, своеобразный 8 марта. Только единственное, что в современном мире, 8 марта, это день, который имеет кучу не очень хороших объяснений, и в которые куча сварблена всё подряд. В то же самое время у наших предков женскими днями было не целых несколько дней. И каждый из этих дней он отвечал на определённый период жизни женщины. Конкретно Ленинг — это день девушки. В наших предков в этот день все девушки, можно сказать, освобождались от себя. В этот день они просто... Парни должны были девушку во всём их ждать. В первую очередь это были хороводы, гадания девушек на будущего сученного. Один из вариантов. То есть там, ну скажем так, если она не начинает рассказывать все отряды, которые с этим временем связаны, мы выйдем за рамки лекции. Как, в принципе, по всем другим праздникам.